Почти 30 последних лет день 8 мая был трагической датой для всего Азербайджана. В этот день в 1992 году город Шуша был оккупирован вооруженными силами Армении. События 2020 года кардинально поменяли ход событий. Нет больше дня оккупации Шуши. Есть знаменательный день возвращения жемчужины Карабаха. Продолжим эту тему с нашим гостем в студии, политологом Сахилем Искендеровым. Господин Искендеров, я приветствую вас. Здравствуйте. Взаимно приветствую. Спасибо за приглашение. Скажите, господин Искендеров, действительно, на протяжении почти 30 лет 8 мая был для граждан Азербайджана, для всех наших соотечественников днем грусти. И все вспоминали о Шуши, об этой жемчужине Карабаха, нашей культурной столице. И в прошлом году случилось, может быть, то, чего очень многие ждали и даже не верили, что это в обозримом будущем вообще может произойти. Это освобождение города Шуша от армянской оккупации. Я бы хотел поговорить с вами о значении событий 92 года, 8 мая. И потом мы перейдем уже к событиям прошлого года. Весь вопрос в том, что, Олег, понимаете, в жизни, как и каждого человека, как и каждого народа, и как и у каждого народа, есть какие-то, так скажем, есть какие-то сакральные места. Сакральные ценности, даже, я бы сказал, сакральные даты. Понимаете, как географическое там, это месторасположение, географическое, это значение в Шуши, там, в принципе, для нас это являлось, в географическом плане, вот как раз-то той сакральной местности, которым, как бы скажем, объектом гордости нашего народа испаковывал веков. Естественно, то, что случилось в 92 году, и причем именно 8 мая, ну вы понимаете, это 8 мая там перекликается, какой датой 9 мая, где Азербайджан под, где Азербайджан играл очень значительную роль в победе там над нацистской Германией, понимаете, за день до этого. И, в принципе, я думаю, что тогда еще армянское руководство и даже покровители армянского терроризма как раз-то все рассчитали точно, чтобы именно добиться взятой от оккупации города Шуши именно 8 мая. То есть символизм они были запланированы. Да-да-да, вот они символичны, вот именно они символичны, вот как раз-то готовились к этой дате. И, к сожалению, к сожалению, что вот наши некоторые, извините за выражение, такое там, я даже не знаю другого слова найти, это, конечно, естественно, я извиняюсь за такую фразу, безмозглые политиканы, которые рвались к власти, которые абсолютно не имели никакого отношения ни к политике, ни к управлению государством, обществом. Вот именно созданный им хаос в республике, в конечном итоге, даже в некоторых случаях, даже конкретно предательство, конкретно вот именно там катализировали те процессы. И в этом плане там азербайджанский народ тогда, в 92-м году, 8 мая, там был лишен такой жемчужины, как вы говорите, Шуша. Да, к большому сожалению. Я, честно говоря, понимаете, я хотел бы еще раз одну вещь сказать, там, в принципе, я понимаю, что вы, если знаете, там, Ловиндар Гидар-Алиев тогда, общенациональный лидер, тогда после его возвращения, там нашел задачу, что там была создана специальная комиссия, была дана оценка, но я думаю, что, понимаете, есть определенные конкретные люди, даже я не хочу их назвать личностями, понимаете, они должны все-таки представить совсем другим судом, перед другим судом. Почему? Потому что, понимаете, я думаю, что там было все-таки очень много там элементов предательства. Вот в этом плане, естественно, а что для азербайджанского народа это означало? Понимаете, я, опять же говорю, понимаете, я другого слова не нахожу, позор просто. И, к сожалению, этот позор заслужил не азербайджанский народ, а вот те, я говорю, вот именно это некомпетентные товарищи, в кавычках, которые рвались тогда к власти и создавали вот этот политический хаос в республике, гражданский хаос. Чуть не довели до гражданской войны в республике, вот это их позор. И, естественно, вопрос в том, что, к счастью, понимаете, уже, как бы сказать, слава Аллаху, там, или, скажем, Всевышнему, там, естественно, благодаря очень умелой и четкой политике и действий шагов президента и верховного главнокомандыша Азербайджана, Ильхама Алиева, в конечном итоге, в прошлом году, уже в 20-м году, мы смыли этот позор. В плане даже не в истории Азербайджана, я бы сказал, даже в истории региона и в истории мира. Почему? Потому что какие бы там силы не покровительства Армении, чтобы там армянские, захватники, оккупанты, что бы ни говорили, понимаете, весь вопрос в том, что они же сами все признавали, все прекрасно понимают, что США это и есть азербайджанская земля исконная, и причем жемчужина в плане культурного наследия Азербайджана. Понимаете, весь вопрос в том, что я даже, честно говоря, я вот считаю, что вот эти 30 лет были позорами, опять же, Гуру, для всего мира, для всего, всего мировой культуры, всей мировой культуры и, естественно, для региона. Понимаете, я думаю, что и в этом плане наш президент прав. Практически мы добились не только исполнения вот четырех там известных резолюций ООН, и еще мы добились смывания этого позора с лица всей земли, всего человечества. Почему? Потому что, понимаете, ну, что бы ни говорили, вот недавно вот депутаты там Российской Федерации, там были у нас в Акдаме, я думаю, что они там и скоро там и в ШУ там, и они поедут, наверное, там организуют там эту поездку туда. И они на месте там все с этим, я не знаю, вот всеми последствиями вот этого вандализма, то, что там они творили, армянские оккупанты, они станут очевидцами и свидетелями, живыми свидетелями этого. Я думаю, что в этом плане, понимаете, вообще, понимаете, как, вот вы можете себе представить, да, вот, допустим, я просто хочу вот как-то параллели вести, да, скажем, допустим, в той же Франции, которая, к сожалению, там абсолютно не то, что не радует, абсолютно там иногда там поступает так, а логично там... Разочаровывает. Да, 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 даже не знаешь, как это, как говорится, как некстильную деревню, допустим, да, вот, скажем, какие-то вандалы оккупировали, скажем, там Францию, ну где-то-то, и вот, допустим, там, не знаю, там, какой-то абсолютно стерли с земли или, не знаю, и осквернили, скажем, музей Лувра. Вот, как вы думаете, кроме французов, французов-то само собой, разумеется, а вот остальной мир, остальной мир, как среагировал бы на это? Я думаю, что высказал бы большую озабоченность, чего не было в отношении наших... Да, 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 нет, я о чем говорю, а вот если, допустим, вы поехали бы там, освободили бы там от оккупацию, вот это музей Лувр там, я, понимаете, вас как стали бы благодарить, несмотря на то, что, невзирая на то, что, какого вы национальности являетесь, представить, какого государства являетесь. Вот, понимаете, весь вопрос в том, что я по этому говорю, понимаете, осквернение таких сакральных мест, как Шуша и, не знаю, там, Лувр, там, я не знаю, там, Тауэр, там, скажем, ну, культурных центров мира, культурных центров, понимаете, весь вопрос в том, что, в принципе, это есть позор для всего человечества. Вот именно в этом плане я идентифицирую, вот это то, что там они осквернули Шушу, там, захватили, в этом плане-то позор был всего мира. Ну, абсолютно. К сожалению, то, что вы сказали, что мир почему-то оказался глухим в течение 30 лет. Да, абсолютно с вами согласен. Хотел поговорить вот о чем. Поменялись новые реалии героическими усилиями нашей армии. Операция по освобождению Шуши, которая была проведена, уже многие специалисты говорят о том, что эта операция войдет во многие учебники. Да, естественно. И военного дела и так далее. Недавно как раз были кадры из Шуши, где мы видим, что весь город – это практически стройплощадка. Восстанавливаются исторические памятники, восстанавливаются религиозные памятники, объекты культуры, объекты наследия. И это свидетельствует, в общем-то, о том, что в течение 30 лет никто этим городом особо не занимался, потому что было понятно, что, в общем-то, город не их. А сейчас, когда пришли хозяева, каким вы видите будущее? Шуши – это ведь город-заповедник, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Еще в советское время было принято решение об объявлении города Шуши городом-заповедником. Какое будущее вот у этого города? Вы знаете, Олег, с вашего позволения, я чуть-чуть там отвечу, как-то в широком контексте. Здесь вопрос в том, что, понимаете, вы говорите, сейчас уже многие утверждают, что это просто практически войдет в историю освобождения, вот этот процесс освобождения Шуши. Понимаете, вот как же, так же, как в 98-м году, 8-го мая, именно в позорном плане, этот процесс тоже войдет в историю, как было предательство со стороны определенных людей по сдаче Шуши. Второй момент, то, что вы говорите, там вот в течение 30 лет, там никто не занимался. Понимаете, да, хотя вот мы знаем, что вот нынешний премьер-министр, который уже подал в отставку, в связи там… Исполняющий обязанностей. Исполняющий обязанностей, естественно, готовится к этому выборам. Никол Пашинян как бы не объявил, что вот там, вы знаете, да, вот в принципе, там он и задел нашу, как бы скажем, и национальную гордость в том плане, что вот что там мы объявим, там, не знаю, столицы там, Нагорного Карабана, сепаратистского режима, там, перенесем туда там парламент, вот это все пятое-десятое, понимаете. Весь вопрос в том, что эти заявления, он сам понимал, пустозвонность, извините за выражение, вот это заявление. Почему? А почему они там не вели никакие дела? Там единственное, я знаю, что они построили, по-моему, виллу Зорью Балаяну. Об этом была, я не знаю, это насколько, соответственно, действительно, потому что, не-не, в принципе была информация такая, что они вот этому Зорью Балаяну, оказывается, они, что, захватили, оккупировали, лишь бы там, только для одной цели, Зорью Балаяну там, воздвигают там виллу какую-то. Вопрос в чем? А почему они там ничего не делали? Потому что, понимаете, что бы ты ни делал, какие бы там реальности сегодня не были, ну, я имею в виду 30 лет, если ты знаешь, что это не твое, тебе все равно рано или поздно придется с этим расспрашаться. А в том плане, что то, что вы говорите сейчас, троплошадка, я вижу, будучи, понимаете, об этом говорит, в принципе, одновременно, или кое-трудно, понимаете, можно и в двух фразах, не знаю, двух предложений. И с другой стороны, понимаете, там такая грандиозная, масштабная там строительство и, как бы скажем, реконструкции и даже самой. Почему? Потому что, вот смотрите, Ильхамалев, господин Ильхамалев, что говорил насчет их, наших вот других освобожденных территорий, в принципе, это в первую очередь, наверное, относится и к шуше. Реставрация там, естественно, исторических там памятников, другой вопрос. А вот то, что, вы знаете, он говорит, мы будем строить уже такие там, новые там, скажем, деревни, новые районы. Почему? Потому что мы уже не можем строить там то, что было 30 лет тому назад или на сегодняшний день. Уже мы будем строить на будущее. В этом плане, я думаю, что, в принципе, как и жемчужина, как жемчужина не только Карабаха, Азербайджана, региона, и одна из жемчужин всего мира, я думаю, что шуше там скоро станет центром международного туризма, я думаю, что, в принципе, как и советское время, мы знаем, что шуше отличался в этом плане в лучшую сторону, положительную сторону. И вы представьте себе, если сейчас мы уже будем обустраивать шуше там уже, шуше там уже конкретно в рамках требований современного мира, и даже будущего мира, я представляю там, что шуше будет, в принципе. Я думаю, что, в принципе, насчет этого, может, некоторые планы даже, большие планы не слишком там афишируются. Разглашаются. Да, разглашаются, в принципе, это нормальная вещь. Понимаете, весь вопрос в том, что я обратил внимание, что Ильхам Алиев из тех политиков, понимаете, он сначала, есть такие политики, он анонсирует, мы что сделаем, а потом делать. Нет, он, даже я обратил большинство, он делает и потом показывает. Вот мы это сделали. Я думаю, что в этом плане уж уж и будущее, уж и там будущее, там очень прекрасное будущее. И, в принципе, я, понимаете, я даже не исключаю, я даже не исключаю, что с годами, временами, временами, даже, даже азербайджанская сторона организует туда и туристические там поездки или, не знаю, ну, там, не знаю, там, ознакомительные поездки, даже некоторым армянским, ну, не знаю, там, общественным деятелям, политическим деятелям и даже врагам, врагам азербайджанского народа и покажут там, вот посмотрите, во что, что творили Высший Шой, вы творили в течение 30 лет, а посмотрите, допустим, в течение 3-5 лет мы что-то тут построили. Понимаете, в этом плане, я думаю, что уж и большое там будущее. Ну, определенно, уж и очень большое будущее. К сожалению, у нас, я благодарю Вас за Ваш комментарий. Пожалуйста, Аня, пожалуйста. С удовольствием продолжу с Вами беседу, и мы обязательно это сделаем. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии был наш гость, политолог Саилий Скендеров. Мы обсуждали с ним город Шушу. Продолжение следует...